Новая фаза наступления Украины, первые итоги саммита Россия-Африка, почему депутатам запретили ездить на фронт, и какие друзья Путина на самом деле ему совсем не друзья. Вы на канале Объектив, и это Екатерина Воропай. Я никуда не делась, как вы переживали в комментариях, и вам придется смотреть выпуски со мной. И как обычно, здесь только самая интересная аналитика от зарубежных экспертов. Ставьте лайк, это продвинет видео в алгоритмах Ютуба. А я начинаю. Вот уже два дня подряд главные мировые СМИ пишут о новой фазе наступления Украины. Они ссылаются на разные источники, дают комментарии экспертов. И сейчас мы разберемся, в чем суть этой новой фазы и на что она может повлиять. Вместе с материалами New York Times, Bloomberg и Института изучения войны. Начнем мы с New York Times. Газета ссылается на двух представителей Пентагона, которые в среду поделились информацией о начале главного удара украинского наступления. По их словам, он идет на юго-востоке страны, к югу от Орехова в Запорожской области. В боях принимают участие свежие военные, то есть те, которые находились в резерве. Они прошли за границей подготовку специально для наступления. Согласно источникам газеты, ВСУ планирует продвинуться на юг в направлении города Токмака, через российские оборонительные укрепления и минные поля. И если им это удастся, то они направятся к Мелитополю. По всей видимости, программа «Максимум» нового этапа украинского наступления перерезает сухопутный коридор, который связывает оккупированные Россией материковые территории и Крым. А вот программа «Минимум» продвинутся настолько далеко, чтобы до Крыма доставала украинская артиллерия. Стоит отметить, что такие же прогнозы и мы давали в своих сводках, поэтому на нас стоит подписаться. По словам газеты, украинские чиновники сообщили своим коллегам в Вашингтоне, что операция может занять от одной до трех недель. Ну, это если Украина не встретит значимого отпора. В любом случае, этот этап станет большим испытанием, отметил один из высокопоставленных собеседников газеты. Путин, кстати, вчера подтвердил, что боевые действия Украины на запорожском направлении действительно активизировались. Что касается последних дней, то да, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы. И существенным образом основные бои с столкновением проходили на направлении, как говорят на западе, основного, главного удара на запорожском направлении. Но почему это произошло именно сейчас? По мнению источников New York Times, тут сыграли три фактора. Первый — медленное, но стабильное преодоление украинской армии российских минных полей. Военный аналитик Рупли даже писал, что в районе села Работино в Запорожской области ВСУ осталось пройти всего два или три километра до главной российской линии обороны. Второй фактор — Украина могла воспользоваться увольнением российского генерал-майора Ивана Попова, того самого, который критиковал Минобороны. Генерал был популярен среди военных, и вполне возможно, что Киев ставит на то, что после его увольнения в российском военном руководстве на местах могли начаться брожения. И третий фактор — это перебои российской стороны в снабжении фронта, в том числе с боеприпасами. Украина регулярно и успешно била по тыловой инфраструктуре противника, атаковала склады и командные пункты. У России уже возникли проблемы с логистикой, и сейчас Киев мог решить этим воспользоваться. Агентство «Блумберг» тоже написало об активизации украинских военных на запорожском направлении. Однако также «Блумберг» привел слова анонимного украинского чиновника, что не стоит называть эту новую фазу наступления решающей. Осторожны в прогнозах и аналитике Института изучения войны. Эксперты отметили, что украинские войска начали крупную операцию в Запорожье. И, по-видимому, где-то даже смогли прорвать некоторые оборонительные позиции России. Однако аналитики предостерегли и журналистов, и общественность от завышенных ожиданий. Молниеносного рывка вперед ждать, скорее всего, не стоит. Активные действия ВСУ на фронте будут регулярно сменяться периодами затишья, а успехи станут заметны только в долгосрочной перспективе. Делать такие выпуски нам помогает поддержка спонсоров. И даже самая небольшая сумма — это вклад в стабильную работу нашей редакции. А за каждый уровень спонсорства есть свои приятные бонусы. Например, чатик наших подписчиков, где можно найти единомышленников и обсудить последние новости. Ну или чат, где можно задать вопросы Максиму Кацу и получить на этот вопрос ответ. Так что присоединяйтесь к нам, будем вас ждать. И спасибо тем, кто уже нас поддерживает. Путин снова поставил под угрозу продовольственную безопасность всего мира. Он не только вышел из зерновой сделки и организовал блокаду украинских портов, но и обстреливает альтернативные маршруты поставок зерна. И, как считают The Economist, пора бы с этим заканчивать. Важно показать, что зерно будет выезжать из Украины с разрешения Путина, ну или без него. Как пишет издание, настоящая причина выхода России из зерновой сделки — это попытка развалить экономику Украины. А совсем не то, что Россия, мол, от сделки ничего не получает, в отличие от Запада, и играет в одни ворота, как любит говорить Путин. Об этом мы уже подробно рассказывали в одном из предыдущих выпусков, так что можно посмотреть. Долгое время тактикой Кремля было убеждение Запада, что Украина не выдержит многолетнего противостояния. Ну и поэтому лучше уже сейчас договариваться. Однако после мятежа Пригожина оказалось, что время играет и против Путина. Мятеж в стране — это нижу клапкой по трогу. И вот выход из зерновой сделки, по мнению Economist, должен ответно подкосить Украину. Киев теряет деньги. Экспорт продовольствия — это большая статья его бюджета. В довоенный 21-й год экспорт продовольствия составил две пятых от всего экспорта Украины. В Африке и на Ближнем Востоке некоторые государства могут столкнуться с полномасштабным продовольственным кризисом. И даже в западных странах отмена зерновой сделки стала проблемой. Даже Испания закупала много зерна в Украине. Да и цены на него во всем мире держались на низком уровне, во многом благодаря этой сделке. Эксперты-экономисты считают, что миру нужно заставить Путина в сделку вернуться. Африканские страны могут, например, отправить хотя бы один грузовой корабль в Украину под своим флагом. Это показало бы, насколько для них важна сделка. А президент Эрдоган может занять свою любимую позицию посредника — надавить на Путина и поднять свой международный авторитет. К тому же Турция закупает немало украинского зерна и может продавать его остатки тому, кому оно нужно, считает икономист. По мнению издания, страны Запада должны дать понять Путину, что если дипломатия не сработает, они найдут и другие способы вернуть зерно на мировой рынок. Ну, например, организовать военный конвой для кораблей с зерном. И даже если Турция не пустит в Босфорский пролив военные корабли, некоторые члены НАТО могут дать зерновозам поддержку с воздуха. А лучшей помощью Украине, как считают в икономисте, будет дальнобойная артиллерия для прорыва блокады. И сейчас уже точно в интересах Запада передать ее Киеву. Но у Путина в планах, похоже, немного другие маршруты поставок зерна. И вчера на полях саммита «Россия-Африка» он объявил, что Россия бесплатно отправит зерно африканским странам. По 25-50 тысяч тонн зерна отправятся в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Цар, Эритрея. И за доставку тоже заплатит Москва. Но мы-то знаем, что весит этот банкет за счет российских налогоплательщиков. По словам Путина, Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Правда, вот эти 25-50 тысяч тонн каплю в море в сравнении с миллионами тонн зерна, которые не попадают на мировой рынок. Но на форуме обсуждали не только зерновую сделку. Путин призвал создать общее информационное пространство России и Африки, где, цитата, будет транслироваться объективная информация. Также Путин предложил создать русскоязычные школы в африканских странах и открыть в Африке филиалы российских вузов. Предлагаем изучить возможности создания в Африке школ с преподаванием предметов на русском языке. Уверен, что реализация таких проектов, изучение русского языка, внедрение высоких образовательных стандартов нашей страны заложит лучший фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества. Еще ряд телеграм-каналов написал о том, что Евгений Пригожин, как главный друг африканских стран, тоже побывал на форуме. По сети разошлись фото его рукопожатия с представителем ЦАР. Однако Фонтанка выяснила, что фото сделано все-таки не в экспо-форуме, где проходит саммит, а в отеле Трезиния, который принадлежит Пригожину. Не обошлось на форуме и без нелепых ситуаций. В начале своего выступления патриарх Кирилл дал Путину новое отчество. Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, президент Российской Федерации. Ваше превосходительство, уважаемый господин Азалия Сумани, президент Союза Коморских островов. В свете идущего саммита Россия-Африка и отмены зерновой сделки наметился еще один актуальный вопрос. А кто вообще сказал, что Африка поддерживает Путина? Журналисты Washington Post напоминают, что на африканском континенте вообще-то более 50 стран. И далеко не каждая из них на стороне Кремля. И бесплатное зерно тут помочь не сможет. Если посмотреть внимательно, то у России в Африке всего-то 5-6 друзей. Мали, Царь и Судан. В этих странах Кремль закрепился за счет наемников ЧВК Вагнер. Ну и еще есть Египет и ЮАР. С ними у России хорошие торговые отношения. Но вот когда дело доходит, например, до ООН, единого фронта поддержки не особо-то видно. В ООН у России есть всего два африканских друга – Мали и Эритрея. Они, например, голосовали против резолюции ООН о выводе российских войск из Украины. Но вот по резолюции, осуждающей так называемые референдумы и аннексии территории Украины, Мали и Эритрея воздержались. При этом 19 стран Африки хотя бы раз за время войны осуждали российское вторжение и голосовали против России в ООН. Например, тот же Египет поддержал резолюцию о выводе российских войск. Впрочем, нельзя сказать, что Африка против России. По подсчетам изданий «Экономист», в половине голосований африканские страны либо просто не участвовали, либо занимали нейтральную позицию. Как пишет Вашингтон-Пост, в целом влияние России на Африку сильно преувеличено. Например, давайте посмотрим на деньги. США, Евросоюз, Великобритания и Китай вкладывают в континент куда больше денег, чем Кремль. В 2018 году Россия направила по Африку помощи на сумму 28 миллионов долларов. Для сравнения, Британия отправила в 100 раз больше. Россия даже на относительно небольшой остров Куба отправила больше денег, чем на целый континент. Аж в 13 раз. А в 2020 году на Россию приходилось всего лишь 2% от общего объема торговли африканских стран. Это в 20 раз меньше, чем объем торговли между Африкой и Европой. Африканские государства даже в гости на саммиты в Россию теперь ездят непоголовно. Многие лидеры отказались от визита в Россию в этом году. Сейчас к Путину приехало всего 17 африканских глав государств. И для сравнения, на прошлом саммите в 2019 году их было 43. И это несмотря на все попытки Кремля склонить африканские страны на свою сторону. Путин постоянно говорит, как много России делает для Африки. Лавров в прошлом году несколько раз ездил на континент. Больше года Кремль говорит Африке, что Запад мешает России поставлять зерно и удобрения. А заодно Путин напоминает Африке о колониальном прошлом США и Европы. Чтобы африканские государства не забыли, кто их истинный враг. Возможно, на какие-то страны это действительно работает. У Запада и Африки есть исторические и политические разногласия. Ну, например, по поводу Международного уголовного суда. Мусс не раз объявлял в розыск лидеров некоторых африканских стран. В то же время Штаты открыто говорят, что не позволят судить ни американских лидеров, ни американских военных. И с точки зрения Африки это выглядит несколько лицемерно. К тому же об Африке вспоминают только если от нее что-то нужно. Как отмечает издание, развитие Вагнера там проворонили. А вот после начала войны не только лавров зачастил на африканский континент, но и представители Европы и США тоже приезжали туда с визитами, пытаясь как-то склонить страны Африки на свою сторону. И африканским государствам это явно не по душе. Но вот Кремль, несмотря на свою дружественную риторику, тоже доставил проблем африканскому континенту. Экспорты зерна сократили из-за блокады украинских портов, и представители Кении даже назвали это ударом в спину. Торговать с Россией стало сложнее из-за санкций, ЮАР вынуждены ломать голову, а что делать с арестом Путина, если тот приедет на саммит Брикс. Плюс ко всему российская армия обстреляла Киев, когда там находилась делегация африканских стран. Так что, как заключает журналист Вашингтон-Пост, Африка точно не на стороне Путина. Точно так же, как и не присоединилась к позиции Запада. Украинскую спортсменку Ольгу Харлан сняли с чемпионата мира по фехтованию в Милане. Она отказалась пожать руку своей сопернице-россиянке Анне Смирновой, выступающей под нейтральным флагом, а вместо этого протянула ей саблю. По правилам, без финального рукопожатия поединок считается незавершенным, а нарушителю может грозить дисквалификация. В итоге Смирнова около часа ждала соперницу на площадке и после подала протест. После Смирновой Харлан должна была сразиться с фехтовальщицей из Болгарии. Но этот поединок отменили и отдали победу болгарской спортсменке. Организаторы чемпионата эту ситуацию пока никак не комментировали. Федерация фехтования Украины планирует оспорить отстранение спортсменки. Вчера в республике Алтай упал вертолет Ми-8. На борту было 16 человек, 13 туристов и 3 члена экипажа. Очевидцы говорят, что во время посадки вертолет запутался в линии электропередач. Изначально говорили о шести погибших, но потом выяснилось, что двое из них получили травмы средней тяжести и смогли самостоятельно добраться до районной больницы. В итоге в результате крушения погибли 4 человека. 10 получили травмы средней тяжести, а 2 не пострадали. Погранслужба ФСБ России объявила, что с 31 июля закрывает Арабатскую стрелку в Крыму. Арабатская стрелка — это коса в северо-восточной части Крыма. Она отделяет аннексированный России полуостров от Азовского моря, а также соединяет его с Херсонской областью. Причиной закрытия назвали локализацию угроз безопасности населению республики Крым, военным и другим объектам. Похоже, что теперь стрелка превратится в новый транспортный коридор для фронта на юге, после удара по Чунгарскому мосту и атак на Крымский мост. Теперь депутаты Госдумы России должны согласовывать посещение зоны СВО, то есть воинских частей и подразделений с Шойгу и Герасимовым. В так называемые новые, ну, то есть оккупированные регионы типа Херсонской области и Запорожья они все так же могут ездить без специального разрешения. Передавать помощь военным придется на нейтральной территории. По словам источников, военному руководству не нравится пиар в прифронтовой зоне. Депутаты постоянно фотографируются, в том числе рядом с военной техникой, и устраивают шоу. ФСБ рассказали, что предотвратили теракт на корабле Черноморского флота. Ведомство заявляет, что задержало военнослужащего ВМФ, которого якобы завербовали украинские спецслужбы. У задержанного была взрывчатка, которой он планировал подорвать корабль, несущий, цитата, «высокоточные ракетные вооружения». Речь идет, видимо, о калибрах. Как оказалось, МВД Чечни не выдает загранпаспорта людям моложе 30 лет без сопровождения и согласия родителей. Ведомство ответило на запрос адвоката Немова и заявило, что таким образом чеченские власти хотят убедиться, что цели поездки не противоречат интересам Российской Федерации. Чтобы получить загранник, нужно приходить за ним в сопровождении родителей или старших родственников. Раньше с такой проблемой в основном сталкивались только молодые женщины. Но с начала войны запрет начал распространяться и на мужчин призывного возраста. Сам Александр Немов отметил, что такое решение МВД вообще-то противоречит Конституции. А именно нарушает право граждан на свободу передвижения. Команда Навального анонсировала очередную акцию протеста «Путин-убийца». Она пройдет по всему миру 20 августа, в годовщину отравления политика. Соратники Навального предлагают выходить на митинги всем сторонникам, которые живут в безопасных странах. Британские ученые разгадали загадку древней могилы, возраст которой около 2000 лет. Эта могила долго интриговала археологов, но теперь они уверены, что там захоронена женщина-воин. Примерно 20 лет назад ученые нашли захоронение, содержимое которого поставило их в тупик. Рядом с останками лежал меч, который в те времена клали в могилу мужчин-воинов, а также бронзовое зеркало, которое свойственно женским захоронениям. Определить пол по останкам не получилось, от скелета не осталось практически ничего. Остатков костей и зубов хватило лишь на то, чтобы установить возраст умершего, примерно 20-25 лет. Но недавно ученые смогли выделить особый белок, оставшийся на эмали зубов. И по характеристикам белка определили, что могила с вероятностью 96% принадлежала женщине. И судя по мечу и другим ценным предметам, это была женщина очень статусная. Не просто воин, а целый командир собственного войска. Исследователи и раньше знали, что женщины участвовали в войнах Железного века. Но вот то, что они были командирами, никто не предполагал. Теперь, как прогнозируют ученые, с помощью новых методов будут находить все больше и больше таких вот скрытых воительниц. А значит, придется переосмыслить и социальные структуры древних обществ. А на этом у меня на сегодня все. Не забудьте подписаться на объектив. И до завтра.